Всем привет дорогие друзья! Сегодня в видео очередные посылки из Китая, на этот раз у меня 5 посылок и давайте приступим к их распаковке. Первая посылка, здесь у нас указана Data Lines, по треку я ее отследил, здесь у нас должен быть такой вот переходничок, то есть получается папа и две мамы. Поэтому заказал я для того, чтобы включить это все в радиоприемник и на наушниках, то есть один человек на наушниках слушает и другой, собственно никому не мешая музыку. Например, если вы допустим едете там где-нибудь в автобусе, вот такой вот замечательный переходник. Длина, давайте кому интересно, сейчас померяем длину, длина всего провода составляет 20 сантиметров. Следующая посылка, здесь у нас какие-то коннекторы, вот такие вот телевизионные разъемы, недорого стоили, я решил это заказать. Здесь, так скажем, стандартный разъем для ТВ-антенны, а здесь такая вот резьба для того, чтобы прикрутить сюда уже кабель телевизионный, не для пайки. Следующая посылка, здесь указано, что это батарей конвектор, интересная такая штука, вот такие вот пластиковые боксы, бетон.ком.cn China, это конвекторы, предназначенные для того, чтобы из элементов типа размера 2А делать элемент типа ГИ. Давайте, сейчас я возьму батарейку, точнее аккумулятор, вставляем мы сюда, кстати, входит он с таким вот, о, смотрите, вставляется с таким вот усилием. И все. Получается, мы превратили аккумулятор типа размера 2А в аккумулятор типа размера ГИ. То есть, получается, естественно, емкость у нас данного аккумулятора сохраняется, но вы можете использовать, например, как у меня, кемпинговый фонарик. Сейчас я даже покажу, как это делается. Вставляем мы батарейку нашу, все это закрываем и пытаемся включить. Мы видим, что вполне фонарь принял наш переходник, как обычную батарейку типа размера ГИ. Кстати, кто заметил, я всегда в фонарике, ну, если позволяет, конечно, корпус, размещаю такие вот памятки. То есть, данный фонарь кемпинговый имеет такие вот режимы. И по случаю, если необходимо, я могу знать, в каком режиме данный фонарь сколько времени проработает. Следующая посылка должен у нас быть такой шнурочек из паракорда. Достаточно длинный, даже не вмещается в кадр. Сейчас я измерю полную длину. Полная длина 67 сантиметров. Вот, вытянул я полностью данный паракорд. То есть, вполне годная вещь. Здесь мы видим такая большая вязанка. То есть, больше метра, я думаю, он содержит в себе именно самого шнура. Вот, качество неплохое. И цена была минимальная. Я решил заказать себе вот такой вот замечательный паракорд. И крайняя посылка на сегодняшний день. Это кабель по расцветке данного пакета. Мы уже видим, что это компания Ugreen. Я уже в предыдущих видео говорил, что данных кабелей у меня куча. И их, как говорится, никогда не бывает много. Как всегда, вот такой вот подарочек. Кстати, хорошая вещь. То есть, мы можем какие-то большие стопки кабелей просто-напросто их связать. Таким вот образом. То есть, видите, очень хорошо прилипает это все. Вот такой вот подарочек в каждом кабеле идет от компании Ugreen. И сам кабель. Здесь у нас кабель USB 2.0. Переходящий в microUSB и USB-C длиной 1 метр. Как всегда, вот такая вот качественная упаковочка. И, как обычно, вот такой вот замечательный качественный кабель. USB, Type-C и microUSB. Контакты позолоченные. Пользовался я таким кабелем больше полугода. Ну, чуть-чуть началась эта данная по заводу стираться. А так, в принципе, все нормально. Но это с учетом того, что почти каждый день я подключал телефоны, планшеты и, возможно, такую аппаратуру для подзарядки. Очень толстый кабель. Очень качественный. Опять же таки, не перестаю рекламировать данную фирму. Это, скажем так, не рекламный ролик. А это просто мое мнение о кабелях компании Ugreen. Вот такие товары у меня сегодня были в распаковке. Все ссылки будут в описании под этим видео. Также не забывайте экономить с помощью кэшбэк-сервиса Letyshops. Я постоянно заказываю данные посылки с Алиэкспресса, с Gearbest и других интернет-магазинов. Соответственно, с помощью кэшбэк-сервиса я сэкономим порядочное количество денег. Поэтому ссылка также будет под этим видео. Регистрируйтесь. Там все понятно. Ничего сложного нет. Кому видео понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok